Всем привет, с вами Тимур Фихрадинов, маркетолог Текстера. Сегодня я хочу вам рассказать, почему продвижение по позициям это не вариант. К нам часто приходят потенциальные клиенты и говорят, что хотят продвинуть свой сайт в топ-3 или в топ-10 по ряду высокочастотных запросов. Как правило, мы объясняем таким клиентам, почему так не получится, почему это трудозатратно, это бюджетозатратно. Сегодня я хочу рассказать об этом вам. На это есть несколько причин. Первая причина. Все поисковики сейчас движутся по пути персонализации выдачи. Что это значит? Если мы возьмем один и тот же запрос, даже высокочастотный, но двух разных людей, двух разных пользователей с двумя разными устройствами, они ведут этот запрос, например, в Гугле, выдача у них будет разная. Потому что сейчас выдача основывается не только на том, насколько тот или иной сайт релевантен запросу, но и на прошлых действиях пользователя. На основе того, какие сайты он посещал, что ему интересно и так далее. Вторая причина. С каждым годом средняя длина запроса в поисковых системах увеличивается. Что это значит? Пользователи начинают вводить запросы в поисковике уже не так, как раньше. Велосипед, Москва купить недорого. Пользователи начинают вводить запросы естественным языком. Так, как они говорят, так, как я рассказываю вам сейчас на этом видео. То есть, когда человек хочет продвинуть свой сайт по запросам, по каким-то, по десятку запросов, обычно это вот, ну, запросы такого старого типа, сеошные, да, там, купить что-то недорого, Москва, или там, заказать что-то недорого, Санкт-Петербург. Пользователи сейчас все реже используют такие запросы для того, чтобы найти интересующую их информацию. Третья причина – это огромные трудозатраты и огромные вложения в продвижение. Плюс невозможность прогноза, невозможность понять, сработает ли, не сработает, сможете вы выйти или не сможете. Дело в том, что если по какому-то запросу ваш сайт там находится в топ-100, продвинуть его, засунуть в топ-30, ну, не скажу, что легко, да, но это возможно, это при грамотной работе, при грамотной технической оптимизации, при грамотно выстроенной и реализованной интернет-маркетинговой кампании, это сработает. Но, допустим, продвинуть из топ-30 в топ-10 будет уже сложнее, а из топ-10 в топ-3 – это ужасно сложно, ужасно долго, и как бы вы, сколько бы труда не вкладывали, да, невозможно понять, получится у вас вообще это или нет. Повторюсь, что речь идет про конкретные высокочастотные запросы, когда мы говорим, допустим, о 10 выбранных запросах. Какой выход из всей этой ситуации? Комплексное продвижение по широкому семантическому ядру. Что такое широкое семантическое ядро? Это семантическое ядро, в котором отработаны не только там 10, 20, 30 высокочастотных запросов, но и среднечастотные запросы, и низкочастотные запросы. Более того, низкочастотные запросы составляют основу широкого семантического ядра. Что такое низкочастотные запросы? Это запросы, написанные естественным языком. Например, не купить велосипед «Москва недорого», а где в Москве купить велосипед? Или «Как выбрать велосипед?», «Лучшие велосипеды для прогулок в Москве», что-то в этом роде. Используя такие запросы в семантическом ядре, вы с гораздо большей вероятностью попадете в топ-20, топ-10, топ-5, топ-1. Возможно, эти запросы реже используются людьми, не так часто, как купить велосипед «Москва недорого», но этих запросов больше. И в итоге, вот как говорят, да, «собирая по ягодке, наберешь кузовок», в итоге с каждого этого запроса вы соберете гораздо больше трафика при меньших затратах, чем если бы вы фокусировались на высокочастотных запросах и говорили «Вот, продвиньте меня там в топ-5 по десятку запросов». Но самое интересное, что люди, которые вводят вот такие низкочастотные длинные запросы, это максимально заинтересованные люди, это максимально целевой трафик. Потому что, что хочет пользователь, который пишет «купить велосипед»? Может быть, он хочет купить для себя, может быть, он хочет купить в подарок, может быть, он хочет купить взрослый велосипед, может быть, хочет купить детский, может быть, он даже и не велосипед ищет, а черт знает что, самокат, например. Если человек пишет «хочу купить детский велосипед в Москве по такой-то цене», то это уже совсем другое, это заинтересованный пользователь, у которого есть конкретная нужда. Сегодня я рассказал вам, почему продвижение по позициям – это умершая технология, за которую не стоит цепляться. Если вы согласны, пишите в комментариях, я буду рад. Если вы не согласны, пишите в комментариях, я буду рад с вами поспорить, потому что ничто меня не переубедит в обратном. На этом у меня все. С вами был Тимур Феродинов, маркетолог Текстеры. До новых встреч. Пока-пока. Кстати, мы оказываем услуги по комплексному продвижению бизнеса в интернете. Не буду долго рассказывать, лучше переходите по ссылочке в описании и сами все посмотрите.